Мы вот вам следовательно создаем пляжок почта, которая рассказывается. Ну, наверное, с чем мы начнем? Какие есть вопросы? Вот там было, сих пор. Я не хочу, расскажем о девочке. А может там еще, второй там же, там их несколько таких. Наверное, вообще, вовсе. Да, вовсе, да, вовсе. А просто заброну. Такое изображение, например, с гидрой, которая упражнена, не гидра, а белая. Или вообще, там, слипают фактически, как раз, по-моему, отлипают голову, и все остальные. Вот это вот все. Это у меня какие-то аналогичные правила? А вот я не знаю таких аналогичных. Это местные. Я не могу ничего сказать. Но, что касается самого Гератова, это немножечко отставлено. Какое-нибудь дело не можно найти. Вот так вот в этой новейской истории, как там, все это дело. Но, правда, он более такой, великий, думаю. Здесь много чего такого интересного. А дракон, который охраняет, я вот, как я там, великий. Это, как будто я сначала думала, что когда я нашли, я думаю, что снизу так там. Он не делает. В голову там выросло. Потом, мы смотрим, мы смотрим, и ничего такого. И мы говорим, тебе на зубернице, что мы стали, что с Марса обращаться, вот смотрите, там, разные, какие-то, 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 какие-то. Ну, это, конечно, интересно. И если что-нибудь перенадет, то, ну, собственно, сейчас вещь такой, что нужно в жизни все доняться, потому что это не будет вообще ничего. Все-таки, да, там, вот, короче, вещи, это все очень важные. Я же начальник третьего, но он разойдет, там, вести в пищу. Ну, это, ну, это не, как бы, что-то рекомендую, что вам нужно в нем сделать. Потому что здесь, ну, здесь, ну, есть такие, какие-то сферновые русские, да, вот, все вот эти инструкции, есть смешанный стиль вместе с, ну, такими-то с цветочками. Ну, это пребежище свое название, ну, 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 мне тоже надеются, но мне нормально, да, вообще расходиться, так что, ну, в России, я и несу это невозможно, потому что, я уже взялся много времени. Я когда же про Руси, а то он, да, и был уже, ты сказал, последний, да, вот этот, такой вариант, того, что, то мы начинаем у него все, что я делаю, больше нет давайте мы про голову Про голову. Да. Хотя тоже. Мы про голову, а всем даем вопросы. Спасибо. Есть вопросы? А в чем они? Мне кажется, что это такое? У нас тоже я поняла вопрос, который стоит. Это вопрос, связанный с датировкой и с аналогией, которую мы можем предъявить. Я могу сказать, что у нас была значительная возможность сделать 3D-модели этой тракоты, отменили ее. И всем, как можно, в мире, мы ее показали. И мы показали и слепым способом. То есть когда ты просто показываешь вещи, люди, закрытыми глазами, смотрят, и говорят, кликная не будет. То есть это сложно показывать всем. И вот из нашего опыта мы получили следующее. Во-первых, с датой, а дата мы никуда не едем. Ту дату, которую я называю, это 95%. Это 95%. Физики сказали, что на самом-то деле, в общем, дальше не куда. А дата получена из смолы, которая в углублении, и сверху еще трекор — это краска. То есть надо понимать, что она не просто так вот, не из потолка. Дата получена, естественно, шага там. Смола. Смола тоже, тоже, как бы известная история. В результате не было статистическим канализом. Оказалось, что действительно коричневая краска, в основном те пигменты, которые отвечают за коричневые волосы, 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 они смешиваются вот с этим сандарамом. Да, это средиземноморское дерево, которое очень активно применяют, в первую очередь, для того, чтобы просмаливать и переизолировать. И поэтому сначала у тех людей, которые занимались только физикой, была первая главная история, они все время говорили о том, что она сделала из белью, а не из какого-то другого материала. Вот. И когда мы более подробно попросили их посмотреть, как там играет эта белья, это смола, потому что, разговаривая с реставраторами на эту тему, в первую очередь, то, о чем они говорят, что сандарах со временем дает темный оттенок. Да, и если вы там либо сверху покрываете, либо добавляете подножкой, то он полностью пропитывает. И мы четко понимаем, что сандарах – это там, где коричневая. То есть, действительно, они знали об этих свойствах, и поэтому они использовали его, в первую очередь, для того, чтобы пигмент лучше всего лег на, соответственно, на тело таракота. Там, где губы, непосредственно сами губы, не межгубные щели, а губы, там известный нам способ, когда кладут звезды, тут гипс, да, и сверху уже кладут окол. Там сандарах этого не обозначено, не обнаружено. Непосредственно на самом лице, на ушах вообще никаких пигментов не сохранилось. То есть, то, что дата взята не просто с поверхности, а с перекрытой поверхности – это отсюда не по дальнейшему. Понятно, что мы взяли нижнюю, то есть верхнюю дату, а не самую нижнюю, потому что дату, которую я называю, это 65 лет, или 25 лет, я не говорю там дату. А можно назвать верхнюю дату? Ну, возьмите, соответственно, плюс-минус 30 лет от 3-4-5 века, и вы получите. Это 95%. То есть нам дали дату более, соответственно, узкую, но, соответственно, с меньшей процентностью, 65 или даже 75% в физике нам говорят, что 75% – это более чем достаточно этого метода, как вы понимаете, но мы взяли уже ту, которая самая-самая поздняя, которую можно взять. Понятно, что она абсолютно не… То есть мы показывали, вот Дмитрия Анатольевича, у нас, по-моему, три месяца с Людмилой Ивановной прилежала эта голова, и первая лиза, которые нам говорили о том, что это фейк, и посмотрели, как, собственно говоря, она могла бы быть сделана, и как мы могли бы ее сделать. Но, действительно, как бы, в общем, в силу того, что в нашей команде есть Майя Борисовна Милатова, и эта голова в виде 3D-модели очень хорошо сделана, потому что там даже на этой 3D-модели, она как бы не в цвете, но надо понимать, что там весь пероксен, абсолютно весь пероксен, все отпечатки пальцев переданы, и даже те места, где смола, собственно говоря, есть, тоже все это и есть. А у нас эта 3D-модель как путешествовала по Сулумир, то есть тем людям, начиная от Британского музея Лубра и, соответственно, Митрополитона, ее показали. И это люди в первую очередь там говорили о том, что, скорее, это литная, потому что мы были полностью уверены, что это, соответственно, формовка. Вот честно, вот правда. Вот, после этого мы начали смотреть литные головы. И много литных голов нетрадиционного классического вида очень много есть среди итальянских, очень много. Таких, которые я бы сейчас вам показывала, называя, да, просто здесь нет их в этой подборке, я не принесла, к сожалению. которые, действительно, сначала при первом гляне кажется, что они, собственно, формованы. Потом, действительно, когда с ними начинаешь работать, понимаешь, что это литные. И с датой ты тоже понимаешь, что вот наше представление об этом периоде, оно немножко разное. Когда эту голову показали Джейму Уллингруб, да, как бы, в общем, с вопросом о том, что, что это, да, она сказала, одна из первых сказала, что, скорее, та. Мы были 100% уверены, что это синопа. Потому что, вот, в нашей команде есть Иоанна Смокотина, которая работает с синопским материалом, непосредственно, на вкладческих расходах. Сначала это была точная синопа. Нас вызывали вопрос, в частности, Сергея Юрьевича Бенукова, который тоже курил этот проект, и эту синопскую глину, активно, как бы, в общем, принято из второго анализа. Вопрос, который основной ставит, что синопский импорт делает здесь, и среди синопского материала, действительно, как бы, в общем, идти к опубликованному, не имеющемуся синопскому музею, подобных вещей вообще нет. И Джейми Уллинбург сказал «Италия». Мы спросили, наверное, очень плохая работа, потому что, ну, как такое можно сделать, да, у нас совсем другое представление. А с вами? Просто провинциальная работа, сказала она. У меня есть, ну, как бы, уровень доверия там достаточно высок к ней, потому что, ну, вот, Елена Анатольевна, по крайней мере, я всегда учила, она смотрит. Чем больше ты смотришь, ты больше понимаешь, что не такое может быть. И я такого не видела, Елена Анатольевна. Мне, когда первый раз ее показали, я сказала, что у меня слепили, почему так плохо слепили, да, и кто вообще так не это? Ну, для того, чтобы мне уже там 3 месяца подряд рассказывать о технологии, в общем, редкие все. Более того, когда мы получили первые свечения от физиков, а физики у нас самостоятельные, и мы перепали массу статей без нашего, я вообще ведома на эту тему, и потом уже на каком-то этапе мы их приостановили, начали вот так вот, и начали показывать, что, в общем, вот это прилеплено, это прилеплено. Мы были в шоке. Мы сначала были в таких половин, честные, потому что мы с вами были мы, потому что это коллектив людей и все наши родственники, которые, как вы понимаете, говорят, ну, голубь, там, там. У нас среди много есть там знакомых дискобраторов, да, то есть дома эта голова лепилась. То, что я показывала, это, как бы, взяты, конечно, не домашние экзорсисы, это легкие, но, честно говоря, все это уже руками пройдено. Если мы сейчас найдем время, мы ее цветем все-таки, в общем, потому что этот вопрос тоже уже обсуждался на этом, что дать девочку. И у нас, в отличие от Никиты Анатольевича, я с вами такой вопрос. Я не могу сказать, что я не знаю, что я не знаю. Ну, ее, ее подаю, безусловно. Безусловно. И вот на данный момент просто действительно, как бы, я могу сказать, что аналогия, то есть не аналогия, а и корейская линия, и, собственно говоря, Синовская линия и многие другие линии с этим гидроксином, херпанетская часть лица. Сейчас находятся все шаги. Они, естественно, как бы, вы знаете, что анализ заключается в том, что они выдают весь аспект, а потом надо еще и сравнивать. Сейчас они работают на уровне того же, чтобы, соответственно, соединить и сравнивать и дать нам какие-то выборы. И, сходя из этого, мы дальше будем, собственно говоря, продавать. Понятно, что ту вещь, которую я вам сказала, вот, итальянску, она не является стопроцентной такой же. Это все понятно. Но, как бы, в общем, сейчас, чтобы не распаяться, вы понимаете, у всех у нас есть своя работа, мы хотим, чтобы понять, что это за грех, из коммерции резервов, непосредственно работать с этими, если это будет и то есть. Следующий шаг, мы просто будем работать с этими четыреста тысячными фрагментами, которые найдены вот недалеко от Рима, и будем вообще понимать, как они сделаны, и что они сделаны. В общем, мы против управления будем. То есть, вот наша задача на данный момент в том, что смола находится под красной. То есть, там глубже, глубже, глубже нет. Потому что, да, она происходит из вот этого переотложенного абсолютно. И вот, из того, чем мы еще разлекаемся, если мы сейчас аксессуровы, известные нам, собственно говоря, типажи его времени, вот, и пытаемся совместить, посмотреть, в общем, с этими 3D-моделями, что у нас получилось. Я вообще еще раз говорю. А, ну, да, ну, да. Как бы, например, вот той самой классической скульптуры, о которой вы говорите, да, как бы все возможные. Я пока ничего не боюсь. На, на сколько чего, на сколько чего, вот, ну, вот. Ну, вот. Вопрос, выбирайте, как я понимаю, это нормально. Ну, если у вас есть какие-то другие возможности, что-то такое такое, физическое. Ну, вот. Ну, я просто не делала, потому что все остальное, ну, я, ну, я. Ну, ведь одна, вот. Один, одна. Вот, как, он, как, у вас, я понимаю, все что, значит, все остальное, все остальное, кроме того, без малых. Почему? Все хорошо. Время обживания уже определяется. Время обживания уже определяется. В принципе, можно, конечно, подумать и в этом направлении, но как бы это вопрос задавал о том, что нужно проверять все остальное, что друг к другу берется. Конечно. Спасибо большое. Если раньше меня смущало вот этот выход частиц за пределы как бы в мысльной матрице, то теперь меня смущает вот это следы рук на задней стороне, на ее стороне. То есть если глина мягкая, если она лепестится, то как выцарапывают снизу глина так, чтобы при этом не деформируется лицевая проема. Вниматься могу, когда это было еще только обрубка в самом начале, а потом уже откладывались. Я думаю, что она более рада и более умная, но она будет лучше. Она в частности возникла. Да. А только надо, конечно, сразу же. Потому что она не деформируется. Но я просто не говорю, что то, что Татьяна Анатольевна говорит, что она должна быть еще более умнее. И наоборот, что более позднее сделано. У вас 20-е века и 5-е века вынуждены. Это безусловно. На что фустрироваться? Если по ходу хор, то здесь могут быть. То, 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 то. Гугл, разные варианты. И тут все. То, то, что она сделана руками, наверное, вообще ни одной такой вещи в жизни не рассмотрели. Уже прям все участки в институте. Нет, я говорю, хорошо, отлично, интересно, что это. Просто прям такое необыкновенное исследование. И все убирается в один анализ. Да? Который вот... Господин Славков? Ну, да. Не был. Ну, нет. Я не могу. Как вам верить? Ладно. Я учитываю, когда там не стоит 10 филипсов. Пусть они там сидят и филипсов. Филипс умеет богу. 65%. Но за 25% себя не устраивает. Да. Вот меня не устраивает. Поэтому если вы надеялись, то я беру институт. Пусть он не даст узкую датировку, но хотя бы все древние. Да. Дело в том, что Татьяна Радуни как раз занимает себе эти штуки, которые связывают нам что-то с чем-то. С какой-нибудь еще пока нет. Нет, нет. А потому что где-то в случае для того, чтобы делать этот магнитный анализ, да? Магнитная отстаточность, потому что понимаешь, что это сиболка индивидуально. Ну, нет, это два анализа. Не, нет, это сиболка, потому что там разные диаграммы будут нарушены. Хорошо. Вы делаете два анализа. Это у меня работа. Нет. Для этого нужно выстраивать знать, есть ли шкала фасилот или если шкала полуэтажа. Ну что же, было время. Узнаем. Ну давайте дальше. У нас тут все интересное. У нас тут все интересное. У нас тут все интересное. У нас тут, видите, у нас тут вообще нечисто. Да. У нас тут все интересное. У кого вопросы? У вас будут друг друга, конечно, есть вопросы. Ну а вы там обедаете? Да. Мы все время говорили о разных типах обжига этих проблем. На самом деле, это только два или три разных этапа на процессе воспроизводительной системы. Не существует это для себя. Это три фазы. Возновительный обжиг сам по себе существует? Отдельно. Конечно, существует. Существует для этих преимущества, конечно, это отсутствие. И так как глина в основном используется речная, региальная, то, соответственно, цвет глины отличается красный, коричневый, вот эти все оттенки зависимых. То есть это одна фаза? Да, это одна фаза. А если то же самое объекты установлены, то получается, это со стороны СПУЭС. Но они существуют сами за себе. Дело в том, что для египетского материала мне удалось вычинить эту технологию настолько подробную, потому что есть эти данные, скажем так, не очень хорошо открытые начальники, потому что в основном скопались еще в начале 20-го века. в начале 20-го века. Но, поэтому не говорите о том, сколько фаза может быть. Но то, что, допустим, ориенальна, глина и черная на выходе это постановительные. Я тебе понимаю. Да. Поэтому здесь в правах расслабили. Сразу же. Да. Существует, потому что он не существует, потому что не умеет, не на чем поручать. Ура. 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 Ура, ура. Ура, ура. Ура. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok